Ну что ж, всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон и добро пожаловать на последнюю серию этого сезона с модом Пиксельмон, да-да это последняя серия, как раз сотая получилась. Последняя серия этого сезона, да. И в принципе, дорогие друзья, как я говорил, я наверное все-таки покажу всех-всех-всех-всех-всех своих покемонов, которых я словил. Я наверное все-таки заспалил тех покемонов, которых еще не хватает, в том смысле же, это включая Мьюту, и это включая всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех-всех- принципе давайте начнем мы с того что что я наверно все-таки включу гейм-мод и пока он наши покемоны будут тут рожаться очищаться это все я покажу всех своих покемонов так давайте мы возьмем всех всех окаменел покемонов которых у нас еще нету этого у нас нету у моно или как вот как-то он так называется как будто у нас есть аэродактиль у нас есть нету но зато я его взял лилип фиг его знаю этого у нас нету анорит у нас есть кранидос у нас нету его шелдон у нас тоже его нету тиртуга у нас тоже ее нету и кого еще там арчин арчина у нас тоже нету и сразу же давайте возьмем кучу кучу раркенди принципе если я буду показывать окаменел покемонов да то как бы нужно показать все их эволю эволюции да в принципе да я думаю давайте еще возьмем все-таки мастерболов пуская будет а пофиг пофиг не пофиг не считайте последняя серия этого сезона я просто показываю тех покемонов которых у нас нету поэтому смысле у нас есть все покемоны все покемоны которые это кто у нас там пикачу а у нас есть все 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 покемоны которые есть в данный момент в моде пиксель мон но я сейчас буду показывать тех покемонов которых у нас нету и как бы их не очень таки легко достать но я же я уже говорил мьюту я не знаю спалится ли он или нет кто-то да кто-то говорит да только кто-то говорит нет но информация не точная даже если он спалится то он так спалится что понятно да а по поводу окаменелых покемонов я уже говорил что не так уж и легко найти всех окаменел покемонов сидеть в шахтах и искать вот этот весь фосил да и это еще если найдешь фосил то еще не сто процентов что тебе попадется в другой фосил то есть еще другой какой-то покемон могут попасться два одинаковых фосила и быть у тебя два одинаковых там покемона до попасться там анорит еще один анорит ну не всегда попадаются разные фосилы в принципе понятно так что найти все фосилы это как там не очень легко да так ну что давайте приступим я не знаю сколько будет эта серия длится так как это может еще расскажу последние серия этого сезона поэтому начинаем так первая у нас идет оманайт вперед мастерболл ультраболл отлично давайте приступим показу всех покемонов которых у нас которые у меня есть так через отпускай будет с приступим я в доме тут а что 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 лучше это взять с собой компьютер чтобы каждый раз не бегать ну давай уже отлично побежали 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 поставим компьютером где-то вот тут и приступим показу всех покемонов которые у нас есть первое это у нас конечно же чаризар первый наш покемон наш любимец сотый уровень я его прокачал с помощью раркенди я не знаю какого я буду брать начального покемона в новой версии пиксельмона там вроде еще добавят кучу новых стартовиков я не знаю я еще подумаю ну большая думаю что больше как бы я склоняюсь опять за чаризарта так как чаризарт это ностальгия можно сказать чаризарт это самый первый покемон и можно сказать один из самых сильных стартовиков стартовиков да ну наш чаризар так еще раз секундочку эмммм вот так вот да второй наш покемон если я не ошибаюсь второй покемон у нас был мэджикарп то есть гюардос да нау эволюционирует он на 20 уровне отличный покемон тоже второй наш покемон потом у нас идет драгонайт драга дратини драгонэйр драга найт тоже один из первых наших покемонов которых мы вообще когда-то ну когда мы первые из наших первых покемонов это которых мы словили да драга найт потом у нас идет лан турн это уже после вот этих последний последнего обновления пиксельмона мы уже его словили не помню первой эволюции чич чучи чучи чурита фиг его знает не помню вот лан тур 2 эволюция потом у нас идет армалду это фосил покемон как бы окаменелый покемон то есть анорит да и вот сейчас идет мы его прокачали и идет армалду ну там покемон у нас уже наверное родился но я наверно буду буду ложить одного покемона пока он будет как бы выращиваться да то я в то время покажу вот эти все покемоны которые помечаются вот тут как бы в инвентаре можно и так сказать да потом когда я поставлю их на обратно в компьютере возьму вторую партию покемонов показать то я возьму того покемона который у нас там делается да и и и поставлю второго да ну давайте продолжим и вопурион иви и иви конечно же иви сколько я мучился с этими иви сколько их ловил скут сколько они не хотели словиться но все-таки мы словили всех иви и вот это водяная иви вопурион и ложим их обратно в компьютер ну в принципе чаризарда тоже можно значит один покемон должен быть все таки в инвентаре да нельзя положить его в компьютер ну пускай будет так что там у нас с этим покемоном 92 процента ну пускай он там еще еще успею один в одну показать этих покемонов так кто у нас идет дальше и идем дальше дальше у нас идет алаказам который тоже первый из наших покемонов абра кадабра алаказам помню я заходил здорово да я помню и заходил старого компьютера чтобы передать через трейд-машину так как он эволюционирует только с помощью трейд-машины когда передаешь его дальше у нас идет эспеон да дневная иви которая эволюционирует с помощью счастья да помню выпускал я их бегала ходила она за мной сзади ну эспеон дневная иви можно так сказать потом у нас идет мача мачок мач мача мачом короче мачам последняя эволюция тоже эволюционирует она с помощью трейд-машины если передавать можно нем даже нифига себе почему я никогда не использовал мачам по смотри какой он быстрый тру-ту-ту-ту-ту-ту-тун нифига себе как как он быстро бегает я даже не знал ну мачам тоже файт покемон словили и ну не помню когда мы его словили но суть в том что словили да прокачали мы его тоже так потом у нас идет hitmonchan тоже боксерский у нас покемон тоже прикольный покемон потом у нас давно мы его тоже словили так потом у нас идет slow bro ну конечно же slow poke ну slow poke не slow poke теперь у нас он slow bro да тоже давно мы его словили Так, ну в принципе давайте вот этих Ложим в компьютер Отлично, ну что Где наш там вот тот покемон Ага, ну я пока что его не буду Показывать, так как это На потом Можно и так сказать О, что-то я сломал покебол Ну в принципе, вот этих как я менял покемонов И я позже Их покажу Когда покажу всех покемонов, которые у нас есть Так, давайте мы Наверное поспим Ух ты, серия будет долгая Даже очень долгая, я так думаю Ну Пускай, это Последняя серия этого сезона Так что Пускай будет Так Побежали дальше Побежали дальше А, не-не-не-не-не-не-не Не сюда, а вот тут Ага Ну что ж, побежали дальше Берем Других покемонов Так, кто у нас идет дальше Ага, отсюда начинаем Продолжаем Продолжаем, точнее Ух ты ж Так, идем дальше Баттерфри Тоже Маленькая такая Тоже один из первых наших покемонов Я помню, которых мы словили Вайплум, да Глум у нас был Потом мы искали Камушки листвы, чтобы Его эволюционировать Ее, да Потом у нас идет Бедрил Ну да, тоже один из первых покемонов Первых может не первых, но Потом, когда мы уже начали ловить всех покемонов Потом у нас идет Арканайн Тоже мы его эволюционировали Из Гравлита Арканайн Потом Райчу Конечно же Райчу Мы словили Пикачу Потом я помню Долго я бегал И искал Электрические камни Чтобы Уже эволюционировать Пикачу В Райчу Да Так, давайте идем дальше И дальше у нас идет Вот 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 Так вот Да Ну Нидо Квин Тоже Прикольный покемон Словили мы его Тоже не помню когда Потом идет у нас Нидо Кинг Да Тоже прикольный покемон Потом у нас идет Праймейп Я не помню Но этот действительно Вроде один из самых первых покемонов Которых мы словили Праймейп Потом у нас идет Голдак Ну Псайдак Голдак Тоже Потом у нас идет Вот этот покемон Я не помню Когда мы его словили Но Не помню Ну Тоже прикольный покемон Так Давайте Ставим их Ставим Их ставим, их ставим Вот сюда И берем, продолжаем Так, идем посмотрим Что там, что там, что там С нашим вот тем покемоном Ну, еще нет Так, мюту я заспавню Под самый конец, наверное, как бы Самая сладкая, да? Мюту Так, потом у нас идет пиджиот Ну, не помню, когда мы его словили Но помню, как бы Обычный покемон, да, который Самый первый, можно сказать Покемонов, да? Ну, который мы словили Потом у нас идет Лифион, да? Тоже Иви, тоже капут Сколько мы Иви переловили Не словили, переубивали Которые не хотели словить Ну, в принципе, камень листвы Мы ее эволюционировали Не камень листвы, а вот тот Огроменный такой камень листвы Возле которого она прокачивается, да? Потом у нас идет Фиро Тоже мы его Прокачали Потом у нас идет Гипно, да? Дроузи Потом Гипно Тоже мы его словили Потом у нас идет Венозауру Так, что-то я его выпустил Аж Подглючил Немножко Ну, Бульбасару Да? Айвизауру Венозауру Я помню Не сразу мы словили Нашего Бульбасара Я помню Долго мы достаточно-таки Искали Бульбасара Не могли его найти Ну В принципе Словили мы его Да Так Давайте Идем дальше Фух Так Серия уже Ух-ух-ух-ух-ух Какая Мне так кажется Так, давайте Заберем Покемона Да Все Можем мы его забрать уже Да ну Это кстати Вот так нельзя Как-то Можно Отлично Нет Вот Так Забираем Покемона В компьютер он отправился Угу Так Давайте Дальше Что ж Идем мы дальше Снорлакс Идет у нас Снорлакс Громила Помню Капут Как я его долго ловил То он спал То он Нельзя было его словить То он Убивал моих покемонов Ну Словили мы его Словили Да Идем дальше Старыми Тоже прикольный покемон Помню мы его словили Потом у нас идет Голем Да Тоже Один из первых наших покемонов Ну с первых не первых Но тоже прикольный покемон Потом у нас идет Веномод Ну Тоже Прикольный покемон Потом у нас идет Бласт То есть Конечно Громилы такие Спавнятся Да Ну Опускается с покебол Помню, помню, мы сколько искали с Квитла Никак не могли найти, то же самое, как с Бульбасавром Ну, в конце концов, нашли мы его на какой-то там На какой-то там, на каком-то там пляже, да Все-таки словили мы его, отлично Так, давайте Ух ты, нет, 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 нет Это, не сюда ты Так, вот сюда Ну что ж, первый Первая, как, как бы Как это можно сказать Первая коробка покемонов, да, так она и называется Тут бокс, ящик Я уже всем показал У нас три или четыре ящика, три с половиной Ну, сколько тут Много покемонов, потом пересчитаем сколько Давайте приступим к следующей К следующей ячейке с покемонами Так, Виглиптаф, да Тоже, Джиглипуф Я помню, его вообще случайно нашел Я даже не знал, что он тут есть Но, в принципе, нашел я его, словил И потом эволюционировал его с Лунстон С Мунстоном, да Я его вроде взял Тот Мунстон с креативного режима Так как Ну, не было его И вообще, очень тяжело было его выбить Вот, вот Мунстон Лунный камень Потом у нас идет Найнтлэс, да Как-то он так читается Ну, Вульпикс, да, помню Хотя я не помню Я помню, что у меня как бы был Вульпикс, да Что был, был, был Но потом как-то я присмотрелся В компьютер И такой Да ну нафиг У меня же Вульпикса Нету, ну потом словил Вульпикс И сразу у меня там был Огняной камень Я его сразу эволюционировал Потом у нас идет Электрод, ну Вулторп, Электрод, да Тоже Первые покемоны Вулторп Потом у нас идет Сикинг, тоже Первые покемоны Потом Кинглер Ну, Краби, да Кинглер Я вроде сразу Кинглер ословил Так, идем мы дальше Ой, что я нажал А Идем мы Вот 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 И вот так Так, идем мы дальше Кто там у нас Таврос Ну я помню Я его уже Не очень таки Давно словил Я помню Я их Вот таких покемонов Уже начал ловить Когда у меня уже были Все покемоны Которые мне были нужны Потом я уже начал Всех ловить Которых у меня нету Ну, Сидра тоже Вот Потом Ликитун Это уже пошли покемоны После Недавних обновлений Которые Последние выходили Да Ну, Парасек Тоже Нашли мы его В болотном биоме Ну Канга Канга Скан Как-то он так вот Читается Тоже прикольный покемон Так И вот Так Так Идем И посмотрим Есть В смысле Че там с нашим Вот этим покемоном 90 Что там у нас Ариодактиль Да Ну давайте подождем Пока он уже там Вырастет Кто У нас еще Осталось Пять покемонов Нет Четыре Да Четыре покемона Ух ты Серия будет Конечно Не очень такая Короткая Даже долгая Так Ну Все отлично Отлично Забираем И Ложим Еще одного Покемона Если бы он Хотел Ложиться Туда Вот Че то Так А А Аэродактиля Мы поставим Пока что В компьютер И Продолжим Так Кто там у нас Идет Сейчас Так Че то я Запутался А Все Так Ну что ж Идет у нас Электробас Я помню Не ловил я его Я словил его Не дан Я словил Первую Эволюцию Забыл Как она уже называется Ликит Да Вроде Че то такое Ну Словил И потом Он сначала Вроде говорили Что он не эволюционирует Как бы еще не добавили Эволюции Но Было там Вроде Обновление Че то я Попробовал И с уровнем Все таки вот Появился Электробуст Эволюционировал Да вот Стал Электробазом Так Потом у нас идет Голбот Как бы Первые еще Ну Давние версии Пиксельмона Ну давние Давние Когда в шахтах Были только Зубатые Голботы Вот сейчас Только там Диодуды И гравелеры Как я заметил Ну Дитто Тоже прикольный Покемон Давно мы его словили Ну Вроде Не помню Но тоже прикольный Покемон Потом у нас идет Пинсир Ну Недавно мы его ставили Когда уже вот Начал ловить вот этих Всех оставшихся Покемонов Ну Оставшихся Не оставшихся Ну Нормально Такой Тоже прикольный Покемон Ставили мы его Потом у нас идет Клиффейбл Да Клиффайри Потом Клиффейбл Да Тоже мы ее Вроде прокачали С лунным камнем Тоже прикольный Покемон Так Ставим 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 В компьютер И берем Покемон Потом у нас идет Желтый Тоже Иви Да Которым Которым мы ловили И прокачивали Потом у нас идет Гравеллер Шайни Гравеллер Я помню Мы его недавно Словили Уже после того Как мы остановили Установили Покерадар Когда уже под землей Там начали Испавниться Куча Покебоссов Джиодудов Гравеллеров И Тут так же Шайни Гравеллеров Гравеллеров И Джиодудов Да Так Ну вот Прикольный покемон Идем Так А я его не прокачал В голема Ну Пускай будет Гравеллер Шайни Ну в принципе Гравеллер у нас уже есть Да Вот Ну Вроде Обычный А вот еще и Шайни Обычного Ну вот Да Шайни Гравеллер Ам Вот Так вот Да Отлично Идем мы дальше Так Это мы Положим Вот сюда Это мы Положим Вот Сюда Пускай будет Да И View Ну пускай будет Так Давайте мы все таки Пойдем еще поспим Ам 91% Сдремнем Чтобы ночью Там Не колупаться Не В темноте Сидеть Да Чтоб было видно Светло Отлично Ну давайте Подождем Так Сколько еще Три Да осталось Все Все Можем Забирать Вот Этот Чет Не хочет Вот Никак Не ставится Клац И не ставится А вот Сразу Второй С первого Раза Не знает Так Ладно Пойдемте Дальше Все таки Все таки Давайте Так сделаем Как оно Было Это у нас же Можно сказать По порядку Идет Че то Че то Че то Че то Да Все Отлично Ну что Давайте Дальше Райдон Тоже Райтхор Нарайдон Мы его словили Прокачали Отлично Потом у нас идет Кабудопс Тоже Фосил Покемон Накаменелый Покемон Которого мы нашли Это наш Второй по счету Фосил Покемон Прикольный Тоже Покемон Ну Кабудопс Да Все таки Он прикольный Покемон И очень Сильный Потом у нас идет Солрок Тоже Такой Какой-то Ну Прикольый Покемон Дуктрио... Дучтрио... Не знаю, как правильно читается. Ну, тоже такой. Веселый какой-то такой, милый, прикольный покемон. Вот у нас идет Мью. Мью, наша Мью. Спасибо тебе, Мью. Ты была нашим первым легендарным покемоном, которого мы словили вот в тех джунглях, которые у нас где-то вот там находятся. Рядом с этим домом вроде. Спасибо тебе, что ты вообще была. Ты наш первый легендарный покемон, которого мы нашли. Я очень был рад, когда тебя нашел. Ну, когда ты там была, да. Ну, что ж, давайте продолжаем. Так, Мью, ты где была? Давайте Магмар. Ух ты, это что у нас? То есть сразу вот так заспавнился. Давайте все-таки мы его завалим. Ух ты, жирный. Так, давайте все-таки поставим это в компьютер, чтобы не меш... Куда в компьютер? В сундук, да? Чтобы не мешал в инвентаре. Так, 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 так. Так. Что-то куда-то вот сюда. Так, увеличим покемонов. Ну? Да. Так. Сколько-то там. Ну, почти. Ну, что ж, давайте дальше. Магмар, которого мы тоже, можно сказать, не очень давно словили. Прикольный покемон. Потом у нас идет Сайтер, да, который мы в джунглях нашли. Потом у нас идет Персиан. Ну, Мяут Персиан. Сколько там Еви. Так. Идет у нас Артикун. Кричущий. Это наш второй, второй легендарный покемон, которого мы нашли в зимней биоме. Тоже спасибо тебе большое. Я очень рад был, когда увидел, что ты там находишься. Да, тоже спасибо тебе, что, ну, что ты нашелся, что ты наш второй легендарный покемон. Потом у нас идет, опять же. Потом, ну, тоже громадный покемон. Потом у нас идет Дюдонг, да, Сил Дюдонг. Так. У нас идет сюда, 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 сюда. Куда-то. Ага, вот. Так. Сейчас. Ну, второй ящик мы тоже уже посмотрели всех покемонов. Давайте идем в третий. Так. Ну, сначала посмотрим, ну, хотя пока что еще нет. Так, давайте. Идет у нас Генгар. Тоже первый наш покемон. Один из первых, там, Гасли, Хантер, Генгар. Да, тоже очень сильный покемон. Ослужил ты, конечно, хорошо, Генгар. Спасибо тебе тоже. Отличий покемон. Потом у нас идет Джирафа Джир, да. Это у нас уже покемоны после обновлений пошли. Потом у нас идет Мистер Майм, которого мы недавно словили. Ну, сначала я его не ловил, недавно его словил. Потом у нас идет Шайни Нидо Квин, которого мы недавно нашли уже после установки покерадара. Потом у нас идет Тентакруэль, да. Тентакул, Тентакруэль. Которого мы тоже недавно нашли. Ну, Тентакруэль. Так. Ставим их в компьютер. Так, что там у нас с этим покемоном? Что там, что там? Да, все-таки. Так. Что там у нас? Все. Вот, отлично. Давайте еще. Ну, вот этот не ставится. Не знаю, почему он не пашет. Так, ну, не работает. Так, это он мы ставим в компьютер. Вот так. Включаем гейммод. Вот так. Ну, что ж, давайте дальше. Кто там у нас идет. Так, у нас идет Визин, который мы ставили тоже в болотной биоме. Тайфлужин. Это наш первый стартовый покемон после обновлений, да. Когда добавили новых стартовиков. Стартовиков, да. То вроде у нас первый там Синдаквил, которого мы нашли. Он у нас был из стартовиков. Потом у нас, конечно же, Меганин пошел. Там Чикарита, да. Потом Тортера. Не помню первой эволюции. Тоже офигенный покемон. Прикольный. Потом у нас идет Флаффи, да. Мари. Флаффи. Вроде в новом обновлении добавили еще и третью эволюцию там электрическую. Фух. Так, давайте. Сколько там у нас еще покемонов осталось. Вот так вот тоже. Дрифт, блин, да. Покемон, который после обновления появился и начал спавниться. Мук. Тоже мы его словили. В булатном биоме. Флайгон. Тоже давно мы его вроде словили. Поливрат. Тоже давно мы его словили. И помню, я что-то ловил поливертла. Но он что-то не эволюционировал. Так как, не знаю, что-то приключил или что-то. Потом я словил вроде нового. И еще кого-то там поливерла. И потом с помощью водного камня сэволюционировал поливрата. Потом у нас идет Арбок. Потом. Так. Так, потом у нас идет Свампер. Первая эволюция. Маткип. Да, тоже прикольный покемон. Если в новом обновлении, если я не найду там Сквиртла и еще каких-то водных покемонов, то я, наверное, буду искать Маткипа. Потому что он очень сильный. Потом у нас идет Оникс. Да, в новой... Ух ты, громила. Потом в новой версии у нас он уже вроде как... Вроде будет его эволюция. Стиликс, да. Потом у нас идет Магнитон, которого мы тоже не скажу, что очень давно нашли. Потом у нас идет первый наш Шайни Милтанк. Это уже... Первый вообще наш Шайни, да, Милтанк. Тоже спасибо, что... Ты заспавнился, так как ты Шайни. Хотя ты и Милтанк. Ну, отлично. Ну, как бы ты наш первый Шайни, мы тебя нашли. Потом у нас идет Септил, тоже Гравиль, там, Трико, да. Тоже я нашел ее вроде вот тут в джунглях сразу же за этим домом. Или не помню где, но тоже... Нашли мы его. Так. Ай. Нет. Арчиопс. Да ты че, у нас уже есть? Да ну нафиг. Я как-то и не заметил даже. Ага, значит ты у нас есть. А там у нас кто делается? Арчиопс. Ну, если у нас уже есть Арчиопс, то... Наверное, нет смысла Арчиопс делать. Так, кто там у нас дальше идет? А, я уже взял. Эмполион, да. Принплуб, или как-то он так называется. Первая эволюция, тоже, помню, долго я его ловил. Первый раз я его нашел, но случайно убил. Ну, потом все-таки я его нашел. Потом у нас идет Меровак, да. Кибон, Меровак. Потом у нас идет Камеру. 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 Агру. Путу. Да, которого мы тоже словили. Потом у нас идет Лейрон. Ух ты, Агрон. То есть Лейрон первая эволюция, громила какая. Тоже словили мы его после... Последних обновлений. Потом у нас идет Крокурок. Коком, Рок. Так. Ага. Давайте вот это мы сюда поставим. И вот это мы сюда поставим. Так. Потом у нас идет Виктори Белл. Недавно мы его эволюционировали. Точно недавно. Помню, я еще листочки собирал, чтобы Виктори Белла эволюционировать. Потом идет наша вторая Мью, которую мы тоже недавно нашли. Тоже спасибо тебе, что ты заспанировалась. Вторая Мью. Потом у нас идет Лапрос, которого я что-то вроде знал, что он где. Но что-то я его или не находил, или просто как-то не хотел его находить. Ну, в принципе. Ну, не хотел, ну, не то, что не хотел. Просто не скала, просто, но недавно я его нашел. Потом у нас идет Клойстер. Шелдон тоже, которого куча везде на всяких островках маленьких. Но недавно я его словил. Потом у нас идет тоже Луна Тон, которого мы недавно словили. Тоже долго мы его словили. Что-то он никак не хотел словить. Ну, никак он не хотел ловиться, да. Так, 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 так. Так, и идём и заберём всё-таки Арчина, чтобы он там не был вот тут. Ну, я его в компьютер не буду ставить, так как это ещё один, можно сказать, одинаковый покемон, который у нас уже есть, да? Давайте всё-таки идём уже поспим, третий раз вроде, серия уже капут, какая долгая, я сейчас посмотрю, ух ты. Ну, последняя серия, как бы, нужно подвести итог, можно так сказать, показать всё, что мы сделали за эти два сезона. Так как покемонов уже новых нет, у которых можно словить. Ну да, конечно же, выйдет новая версия об новом мире и будут ещё покемоны, к которым мы... Ну, прибавится число покемонов, которых мы ещё можем словить, но... Как бы, не знаю, можно просто начать ещё, как бы, новый сезон, но, как бы, новый сезон и ловить уже, как бы, покемонов всех сначала, так как все покемоны у нас уже есть, да? И просто остаётся ловить тех, которых добавят, да? Ну, а так, добавить новую версию, добавить там кучу всего, какие-то новые системы спавна, там, днём и ночью, добавить тренер покемонов, это уже будет интереснее. Будет интересно, если исследовать вот этот новый мир, как бы, уже более такой продвинутый, более уже такой проработанный, с более такими уже кучами, более новых и... Больше, как бы, новых покемонов, да? То, как бы, так исследовать его будет, я думаю, намного лучше, чем вот так. Ну, чем вот сейчас продолжать, когда у нас уже есть все покемоны, которые содержатся в данной версии Пиксельмона, и обнов... Как бы, будет обновление версии, как бы, продолжать исследовать, продолжать играть в этом же мире, но просто ловить новых покемонов, как-то, я думаю, будет не очень. А так будет глобальное обновление там Пиксельмона, да? И, как бы, можно будет ощутить тот вкус, да, новой версии Пиксельмона. Можно как-то и вот так сказать. Фу, ну чё. Ну что, ну давайте продолжим. Потом у нас идёт вот эти у нас. Ферролигатор. Ух ты, тот ударил. Никак я его не мог найти. Помню, тоже один раз нашёл её в бисёмке, хотел его словить, но убил тоже случайно. Но я его нашёл в тот же момент, когда я нашёл вроде Забдуса, то есть... Не очень-таки давно я его нашёл, да. Потом у нас идёт Персиан, Шайни Персиан, которого мы недавно нашли, Мяута, да, потом эволюционировали его в Шайни Персиана. Потом у нас идёт Фарфетч, который, как бы, самый обычный покемон, без эволюции, который, как бы, можно сказать, один из самых первых покемонов, но мы его недавно только словили. Потом Хитмун Ли, тоже Хитмун Чан, Хитмун Ли, мы тоже его недавно словили. Потом у нас идёт Джинкс, который мы тоже, можно сказать, недавно словили. Так. И вот так, всё, отлично. Ну, вот тоже этот покемон, который мы, тоже, можно сказать, не очень-таки давно словили. Тоже мы его сначала не ловили, но вот, недавно ловили. Ну, недавно словили. Также и Додрио мы и вот этого покемона недавно словили. Амбрион, который... Иви мы её нашли, ещё не хватало. Вот одной Иви Амбриона, как бы, ночной Иви. Словили её и прокачали вот эту Иви, да, в ночной Иви. Потом у нас идёт Пилосвайн, которую мы тоже недавно словили. Обычная Иви без эволюции, которую мы тоже недавно словили с Мастер Болом, так как капут, как я заколебался, ловить вот этих Ивий. Ну, всё-таки, словили её, был у нас Мастер Бол, но... Это уже были последние покемоны, поэтому я уже словил её Мастер Болом. Аммм, так. Ну, в принципе, давайте вот так. Ну, Ченси, да, которого мы, как бы, только сейчас ловили. Мы её вообще как-то сначала её не ловили, а только вот недавно её нашли. Ну, недавно её словили. Вот Ченси, да, тоже прикольный такой покемон. Эмм, ну, и последний покемон, который у нас есть, это у нас... Нет, это у нас ещё Метагросс. Да, которого мы тоже недавно словили, Метанга. Никак он тоже не хотел ловиться долго, я его хотел словить. Я почему-то думал, что он всегда у меня есть, но оказалось, что Метанга у меня нету, я только недавно его словил. Ну, идут у нас ещё вот Рапидаш, который мы тоже недавно словили Пуни туда и прокачали её в Рапидаша. Вот тоже прикольный такой покемон. Ну, идут у нас... Пошли у нас легендарные покемоны. Наша Райкваза, которую добавили, как бы, можно сказать, совсем недавно. После обновления, да, вот, Райквазу, которая кучами, которая сначала не спанили, не спанилась, но потом сначала спанился просто кучами. Ну, словили мы одну Райквазу, да, отлично. Спасибо тебе тоже, легендары покемону, что ты заспанился, и мы тебя словили. Потом у нас идёт Молт, из которого мы словили тоже легендары покемону, тоже спасибо тебе, что ты заспанился. Ну, так как, можно сказать, после вот этого обновления, что пишут в чат, что вот заспанился легендары покемон, конечно же, намного легче стало ловить всех легендарных покемонов, так как уже начало писать, что вот где-то он там заспанился, заспанился, и уже ты не пропускаешь покемонов, легендары покемонов, и ты их уже видишь, что, как бы, уже вот тебе анонсируют, да, что вот там, чувак, где-то рядом с тобой, там, заспанился легендары покемон, там, иди его лови, да. Если раньше не писала, то вот после недавних обновлений, вот, начало писать, что где-то вот там спанился легендары покемон, Забдос, которого мы никак не могли найти А потом, когда недавно, когда мы его все-таки искали, искали, искали За пару секунд заспавнили сразу два Забдоса Это вообще, ну, тоже Потом еще один Забдос заспавнился Ну, в принципе, тоже спасибо тебе большое, Забдос, что ты все-таки заспавнился Ты наш последний легендарный покемон, которого нам не хватало Не читай Мюту, это как бы Ну, как бы, не знаю, как это объяснить Он не считает, как бы, Мюту не считается, так как он, можно сказать, толком не спанится И это не природный покемон, а как бы искусственный Ну, искусственный, не искусственный, но как бы сделанный, да, с Мю Ну, Забдос тоже, спасибо тебе большое, что ты все-таки заспавнился Тоже легендарный покемон И все, дорогие друзья Я показал всех наших покемонов, которых мы словили Давайте посчитаем, сколько 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Ам, 24, 30, да, то есть тут 30 покемонов Тут 60 Тут 90 покемонов 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 101, 102, 103, 104, 105, 106, через ар 107 107 покемонов Ух ты Вартортл заспавнился 107 покемонов, которых мы словили Представьте себе, 107 покемонов Это достаточно такое большое количество покемонов, да И сейчас давайте посмотрим тех покемонов, которые, как бы, нам не хватает Как бы, их не очень-таки легко найти Или вообще очень, как бы Ну, еще раз скажу, окаменелые покемоны, да Как они вообще ищутся И даже если их найдешь, фосил какой-то там в шахте То не факт, что попадется тебе другой там Окаменелый покемон, фосил А не тот, что у тебя есть Ну, как бы, может попасться и другой фосил покемона А может попасться и тот, который у тебя есть Ну, конечно же, может попасться и другой фосил покемон, да Ну что ж, давайте Теперь будем смотреть тех фосил покемонов, которых у нас не хватает Которых мы не нашли, как бы, фосил, да А, ну, пока что вот так давайте Арчопса, я не помню Ну, да, вроде мы его нашли Арчин, да, и Арчопс На сороковом уровне он эволюционировал Тоже прикольный покемон Тоже фосил покемон Тоже окаменелый покемон Да, тоже Спасибо тебе, что мы тебя нашли Арчопс Тоже мы его, вроде бы, где-то там, в шахте нашли Ну, тоже прикольный покемон И... Так Давайте сейчас, сейчас, дорогие друзья Настало время, когда мы будем показывать тех покемонов, которых у нас еще нету И давайте, поехали Первый у нас идет Омонайт Как-как? Омонайт, да, как-то вот так вот Ну, давай, иди сюда Сейчас мы тебя будем эволюционировать Я не знаю Ну, вроде эволюция у него точно есть Но я не знаю, когда он эволюционирует На каком уровне Ам, да, все равно, какие скелы Я только вот Показать Каких покемон Какие покемоны Которых Каких покемонов у нас еще нету Ну, когда ты будешь вообще эволюционировать И у тебя вообще эволюционирует Ну, я думаю, что есть, конечно Во, наконец-то, сороковой уровень Эволюционирует наш Ну, не наш Ну, так Эволюционирует Омонайт, да Так, серия у нас уже Капут какая долгая Да Последняя серия сезона Нереально долгая Омастар Омастар Или как это Ты че, ты че, ты че Пристал А, ну, в принципе На Раркенде, да Ну Омастар Я не знаю Есть ли у него эволюции Думаю, что нет Ну, одну эволюцию мы показали Поэтому Пускай будет, да Омастар Потом у нас идет Шелд Шелдун, да Фу Давайте будем сейчас Его прокачивать Капут Сколько им там уровней нужно Сорок уровней вроде На сороковых уровнях Вот эти все фусил покемоны Прокачиваются Это еще вот сейчас А, вот так сидеть Клацать, клацать, клацать Клацать Показывать еще покемонов Которые прокачиваются, да А, ну давай, 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 давай Вот Тридцатый уровень Ага, отлично Я не знаю Есть ли у него еще эволюции Шелдун Ну давай, превращайся ты уже там Ух ты Ух ты Бастиодон 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 Не знаю, как правильно считается Но он прикольный покемон Реально прикольный Да что вы за мной бегаете Не дам я вам раркенди Набежали Так, давайте Ну, в принципе, давайте пойдем поспим Чтобы ночью Не жмурится Не жмурится там В аэродактиле В аэродактиле вроде эволюции нету Поэтому не будем Ему давать раркенди Ну тоже прикольный Такой покемон Давайте хотя бы его прокачаем Там Не знаю, какому уровню Чтобы не был первым уровнем Знаю, у него нет эволюции Но просто чтобы не был там первым уровнем Ух ты, как ты вырастаешь Или нет Ну, тоже прикольный покемон Давайте идем дальше У нас Кронидос, да Ух ты, какой мелкий Так, давайте Прокачиваем его Прокачиваем его Так, ну Ты на сороковом уровне Эволюцинируешь, да Давай, 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 давай А, нет, на тридцатом уровне Эволюцинируешь Эволюцинирует Ну, давайте посмотрим Что это за покемон Давай, давай, Кронидос Давай Нам еще Мью-Ду спаунить Так, кем ты у нас там Рампартус, точно Тоже прикольный такой покемон И давайте Тиртуга Иди сюда Прокачиваем мы ее Вроде на сороковом уровне Она эволюцинирует Уж сколько атак всяких Ну А, давай, 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 давай Сороковый уровень А, нет, тридцать седьмой уровень Ну, давай, Тиртуга Эволюцинируй уже там Тиртуга Ну, хора там уже говорить за спиной Вульпикс Вульпикс Мы всех покемонов Которые есть Которых мы не словили Которых мы не нашли Которых не очень такие Которых, можно сказать Тяжело найти Всех fossил покемонов Ну, настало время, конечно же Заспаунить Мью-Ту Одни говорят, он спанится Другие говорят, не спанится Ну, те, что Еще они говорят, что Если он спанится То он спанится в горах Еще кто-то говорит в джунглях Еще кто-то говорит В зимних биомах Еще где-то, еще где-то там. Другие говорят, что если он даже спавнится, то с таким шансом, что капут, как он спавнится. Ну, не знаю, спавнится ли он, не спавнится ли он. Мы нашли всех легендарных покемонов, мы его не нашли. Не нашли его, значит, он, действительно, если спавнится, то очень редко спавнится Мьюту. Это же Мьюту, да. А может даже и не спавнится. Я не знаю, я не буду говорить. Давайте мы его заспавним, давайте мы на него посмотрим. Покет спавн. Мьюту. Вот наш Мьюту. Иди сюда, дружище. Это не читисто, я не знаю. Я говорил, что я покажу всех покемонов, которые есть. Значит, я покажу всех покемонов. А то, что если он не очень их легко найти, то... Или если они вообще не спавнятся, да. И вот, Мьюту. Да, слышу, слышу, как ты там говоришь. Офигенный покемон. Мне он, действительно, просто нереально нравится. Это же Мьюту. Как Мьюту может не нравиться, да? Мьюту... Извини, если ты можешь, может спавнится, можешь не спавнится. Я не знаю. Но, суть в том, что вот он. Вот он, Мьюту. Смотрите на него. Я говорил, я покажу всех покемонов. Значит, я вот показываю всех покемонов. Вот он. Вот он, Мьюту. А вот ты, Мьюту. Смотрите друг на друга. Мне же можно сказать, один тоже человек как-то. Ну, человек не человек, покемон, но... Один не один, но, как бы, если я так знаю, то Мьюту сделан с ДНК Мьюту. То бишь, это... Как это может быть? Идеальный покемон Мьюту, да? И никто его, как бы... Вот его нашли там в лабораториях. Профессора всякие, да? И вот взяли его ДНК и сделали его клона. И вот получился Мьюту. Как бы еще сильнее получилось. Как бы это искусственно сделанный покемон. Можно и так сказать. А не как бы от природы. Ну, от природы, как бы, покемона, да? Не в реальной жизни. Как бы это... Натуральный покемон. Это как бы искусственно сделанный покемон. Все, дорогие друзья. Я показал всех покемонов. Сейчас я посмотрю, сколько длится серия Мьюту. Ты будь тут... Давайте мы... Так. Мью. Ну, в принципе, не так. Мьюту. Ребята, серия длится почти час. Это как бы последняя серия сезона, в принципе. Ну, да. Последняя серия сезона. Ребята. Сотая серия. Прошло два сезона. Два сезона. Я всем благодарен. Кто смотрит, кто любит пиксельмонов. Кто помогает мне. Кто советует мне. Кто говорит, кто где спанится. Кого как лучше словить. Кто просто адекватно реагирует на все, что я делаю. Не кричит. Не ругается. Что вот ты там дебил пропустил где-то там... Пиджи. Пиджиота. Где-то там заспанился. Ты дебил пропустил Пиджиота. Я просто... Ну... Я не знаю, что ответить таким людям. Пиджиота или там Снорлакс. Да, вот там был Снорлакс. Ты его пропустили. Я благодарен тем людям, которые меня смотрят. Я благодарен людям, которые на меня подписываются. Я благодарен людям, которые ставят лайки, комментируют. Кто... Еще раз скажу. Я благодарен людям, которые адекватно реагируют. Которые могут писать под каждым видео. Под каждым видео давать советы. Я, ребята... Честное слово. Я читаю все комментарии до одного. Все, что вы пишете, я читаю комментарии до одного. Но я просто не успеваю отвечать. Я не успеваю даже... Но времени у меня в данный момент нет. Я прихожу в 6 часов вечера. И... У меня в 6 часов вечера. То в тот момент в Украине уже 8 часов вечера. И в тот момент в России уже 10 часов вечера. То бишь, у меня с Россией разница 4 часа. Кто не знает, я живу в Португалии, да. Поэтому... К 6 часам, 5... Ну, иногда 4, иногда 5 часам я только прихожу домой. Но... Когда как. Так, нету, иди сюда. Так что... Я благодарен тем, кто действительно адекватно реагирует. Которые советуют по каждым видео. Я еще расскажу. Я читаю все ваши комментарии. Которые пишут мне, что вот, Эдисан, иди туда. Вот там спавнится тот. А я не знаю, где он спавнится. Значит, я прочитал. Я понял. Я понял, что адекватно мне написали. Я пошел туда. Если я... И как бы он 10 там спавнится. Я благодарен тем, кто мне вот это пишет. Пишет, кто мне советует. И кто мне как бы помогает в поисках покемонов. В поисках, как бы, эволюции их. Потому что я иногда не знаю, есть ли у них вот в тех покемонах вообще эволюции. Я не знаю, есть как они эволюционируют. Да, с помощью камня или с помощью там еще чего-то. Я спрашиваю. Вы отвечаете. Я действительно очень вам благодарен за это, дорогие друзья. Что вы мне помогаете, можно так сказать. Играем мы с вами вместе. И я благодарен, дорогие друзья. Это сотая серия. Можно сказать, юбилейная серия Пиксельмона. Прошло два сезона. Действительно, прошло два сезона. Вот наш самый первый дом, который мы построили в начале первого сезона. Ну, я, конечно, потом перенес карту, да. Я заново вот этот строил дом. Но суть в том, что вот. Карта вот эта. Сидву Дед. Вот этот. И как бы мы играем на этой карте с самого начала. Прошло два сезона. И уже как бы сотая серия Пиксельмона. И как бы юбилейная серия. И завершение второго сезона. И... Ребята. Как выйдет сразу новая серия. Как выйдет сразу новая версия Пиксельмона. Я, наверное, в тот же день запишу хотя бы первую серию. Наверное. Я не знаю, когда она выйдет. Кто-то говорил в среду. Кто-то говорил месяц назад. Кто-то говорил. После двух недель. Как бы первого января. Там на сайте писала в течение двух недель. Но уже прошло почти месяц. Ну. Я думаю. Если выйдет на этой неделе. То в принципе это будет офигенно. Если вот выйдет на этой неделе. Это действительно будет офигенно. То я сразу же, наверное, запишу серию. Я сразу же, наверное, скачаю Пиксельмон. Как только увижу, что вот вышла новая версия Пиксельмона. Я сразу ее скачаю. Сразу же. Сразу же начнем новый сезон. Сразу же на новом мире. Будем изучать. Ознакомимся с новой версией Пиксельмона. С новыми покемонами. С новыми возможностями, которые предоставят нам создатели Пиксельмона. И, в принципе, наши легендарные покемоны. Идите сюда. Сейчас мы всех. Вот. Все, 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 все наши легендарные покемоны. Ну, Мьюту, да. Вот. Райкваза, Молтрес, Мьюту, Мью, Артикуну, Забдус. Ребятка. Всем спасибо. Всем спасибо за просмотр. Увидимся, я думаю, в новой версии Пиксельмона. В новом сезоне. По Пиксельмону. Надеюсь. Еще раз скажу. Надеюсь, он выйдет очень быстро. Хотя бы на этой неделе. Если повезет. Ну, может на следующей. И сразу же продолжим играть в новом сезоне Пиксельмона. Всем спасибо, дорогие друзья. Реально. Действительно. Всем огромное спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. Оставляйте пожелания, советы. Все, что вам удобно, возможно. Все, что вы хотите сказать. Еще раз. Всем. 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 Огромное спасибо. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Увидимся в новом сезоне. Продолжение следует...